Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном послании отметил, что экология и борьба с несанкционированными мусорными свалками является одной из приоритетных задач правительства области. 17-й год был годом экологии. Для Подмосковья экология тема, наверное, актуальная, как ни для какого другого региона. Год закончился, но тема продолжается, мы активно работаем и наводим порядок. Площадь рядом с церковью села Ермолина – излюбленное место встречи местных жителей. Здесь же состоялась беседа с первым заместителем главы городского поселения Видное Федором Шиловым. Тему разговора чиновник обозначил сразу. У нас одна проблема. Менялись у нас компании по вывозу мусора. И вот наконец-то пришла достойная, у которой все есть сертификаты на вывоз мусора, есть договоренность с свалками. Но проблема в чем? В том, что вы не заключили договора. Буквально в 100 метрах от места беседы – контейнерная площадка. Сейчас вывоз мусора осуществляется за счет средств муниципалитета. А нынешнее состояние жители объясняют соседством с новостройками. Видно, приезжают газели и вываливают строительный мусор с квартиры. Да, на ремонт делается в квартирах. Вот вывозят. В мешках, камни. Что они там делают? Гипсокартон. Ну, все, что остается после ремонта. Все вывозят. Стоимость услуг мусоровывозящей компании – 350 рублей в месяц. Многие жители считают эту цену слишком высокой и предлагают свои варианты решения проблемы вывоза мусора. Нас бы устроило и мнение многих жителей. Наверное, мы как-то попытаемся достучаться до нашей администрации. Все-таки мусор вывозить попакетно. Это удобно, комфортно для всех. Мы готовы оплачивать даже с каждого дома по 50 рублей за большой мешок. То есть, если они приедут нам, раздадут эти мешки, мы будем наполнять, отведем для этого места и будем контролировать. Что скажут нам в среду вывоз мусора. Мы готовы оплачивать этот мусор и 100%, что нам его вывезут. Государственный административно-технический надзор регулярно проводит рейды по проверке наличия договоров на вывоз мусора. Штраф за отсутствие – 5000 рублей. Но если и после этого его не будет, разбираться с хозяином дома будут уже судебные органы. Мы выдаем предписание об устранении допущенного правонарушения, указываем сроки в нем. Если предписание в срок не устраняется, то составляется протокол о невыполнении законного предписания и материал передается в суд. Несмотря на доводы Федора Шилова к новой мусоровозящей компании, жители также относятся насторожно. Но староста села уверен, что найти компромисс возможно. Я думаю, что этот вопрос мы закроем. Это не самый больной вопрос в нашем селе Ермолье, потому что мы давно с этим вопросом были связаны. Даже до того, я еще 10 лет уже, вот я старостный, мы этот вопрос решали и сами договора заключали, потому что... Ну, у нас активные деревни, я могу сказать, и жители активные, поэтому с ними интересно и здорово, но есть трудности, которые, наверное, есть у всех. В ходе беседы местные жители и представители администрации договорились встретиться и вновь вернуться к этой теме. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.